друзья здравствуйте маленького у нас тренировались работали там вопрос старый извечный кружка что там кулак положение кулака на ударе везде ребят любой удар любой удар ну кроме щелбана да он запрограммирован заряжен это геометрия движения положение руки для чего для постановки единственное твердое место у вас ну кроме еще лба это вот эти косточки то есть любой удар неважно как ты вот так ты бишь так ты так не важно это положение кулака зафиксировано предплечьем кулака сжатого косточкой костяшки но есть еще момент какой мы это уже разбирали говорили по поводу чего по поводу от удара ну вот так ладонь поставь вот так ладонь поставь это по поводу сюда так иди ко мне это по поводу какого удара кружки много пим кружки дай мне сюда обратите внимание стоять даже если ты опустишь подбородок посмотрите подбородок не сильно закрыт почему потому что удар кружки хотите вы или нет имеет под собой это ближняя дистанция вот ближай дистанции и ударить кружкой чтобы поставить костяшки можно только на этой ближай дистанции хотите при этом у вас плечо что не переворачивается как при ударе прямом либо при ну максимальный низ либо при ударе сбоку сбоку раз вот сюда посмотрите плечо по отношению голове по отношению голове поднимается по отношению голове а по отношению к полу опускается и при ударе кружка ребят так как у вас нет вот этого переворота это положение кисти это хороший удар этом классный удар кружка но он какой ламовой да вот и зафиксировал здесь как стенобитные орудия они не в какую-то кирпичи бьют они стены ломают но при ударе кружкой что у вас плечо не переворачивается то есть не передает инерцию и поэтому какой-то степени конечно чуть приподнимается если подбородок опустил он вот эту часть подбородком закроет правильно а привод но не настолько насколько закроет плечо при ударе сбоку если вы видите пол головы закрыта бьете удар ставят костяшки при опущенном конечно подбородок ставя костяшки средней либо дальней дистанции вот в этом был вопрос как закрывать плечом подбородок при ударе кружкой по факту чуть прикрывается но не настолько то есть удар кружкой это он и дает когда вы заворачиваетесь вращение вот он вас большей степени закрывать если вы бьете здесь одной рукой то минимальное при закрытии прикрытия подбородка что тогда при ударе кружкой можно сделать вообще закрутился вот тогда где-то уже в конце и вот тут еще больше перевалился тебя будет закрываться за счет уже наклона где-то такого спины но это не как плечо не как плечевой сустав который за закрывает большим вращением без наклона когда вы бьете удар боковой либо прямой вот и вся разница вот она ударила бы кружкой вот до сюда а если завернется завернулась бы больше был бы уже вот он наклон тогда да но противник то здесь правильно вот открыт а если бы била ты а если бы била не кружкой то поднимается плечи правы не кружки о доходчиво что прямой что сбоку конечно же максимальное движение плеча у тебя произойдет переворот то есть удар сбоку он идет больше сверху вниз как и прямой удар сверху вниз удары идут но вот разница удара между прямым и боковым позднее раскрытие локтевого сустава если при прямом ударе локтевой сустав и плечо сразу раскрывается то при ударе сбоку раскрытие локтевого сустава и забрасывали кулака идет позже но переворот плеча одинаков согласно